Заседание по предотвращению ликвидации чрезвычайной ситуации прошло в Норильске. Пострадали кровли, фасады 50 жилых домов и более чем 30 муниципальных объектов. Также повреждены светофоры, опоры наружного освещения и ЛЭП – трансформаторные подстанции. Именно из-за масштабных разрушений в Норильске ввели режим чрезвычайной ситуации. Ветра – обычное явление в это время года, но такого разгола стихии не ожидал никто. Синоптики прогнозировали порывы метра до 30 метров в секунду, но в действительности они достигали 45-50 метров. О том, как будут ликвидировать последствия стихии, рассказали в администрации города. Кровли мы должны закрыть до наступления дождя. Когда уже даже и вот мокрого снега, когда реально будет заливать. Это сейчас основная головная боль местных властей. Пока у них нет даже полной картины разрушений, потому что элементарно осмотреть все крыши до сих пор не дает ветер. Составить ее чиновники планируют уже 29 марта. А до 11 апреля специалисты должны разработать косметную документацию под каждый серьезно пострадавший дом. Мы объявили рабочими днями, субботу и воскресенье, для инженерно-технических работников управления двух этажащих коммунального хозяйства и управления капитальных ремонтов строительства. Мы надеемся, что к вечеру у нас стихнет ветер. Завтра, послезавтра мы получим возможность полностью провести все обследования. Часть специалистов, которые будут чинить крыши, привезут с материка. Местные власти уже ведут переговоры с подрядчиками. Закончить ремонт крови должны примерно через месяц, а остальные восстановительные работы к 1 июля. Те же участки крыши, где повреждения незначительные, управляющие компании будут восстанавливать в рамках текущих ремонтов. Анна Томилина, Алексей Демин, Новости, Северного города. И в продолжении темы. Власти города просят норильчан сообщать об опасных, поврежденных ветром архитектурных и металлических конструкциях в круглосуточную диспетчерскую службу управления городского хозяйства. Телефон вы видите на своих экранах. Идем далее. В этом году по техническому состоянию могут вывести из эксплуатации 230 из полутора тысяч лифтов. Большая часть пассажирских подъемников отработала в среднем по 40 лет. Учитывая сложившуюся ситуацию, норильские власти включили в программу капитальных ремонтов этого года замену 100 лифтов многоквартирных домов. В домах, входящих в зону обслуживания управляющей компанией город, заменят 21 лифт. Жилком сервиса 23, нордсервиса 11, жилищного 306. Управляющей компанией «Северный быт» достанутся 22 новых подъемника. В полнах быту 17. Сегодня новое оборудование уже заказано. Подрядчики ждут, когда его привезут, чтобы начать монтаж. На замену 100 лифтов потратят чуть больше 267,5 миллионов рублей. Работа по обновлению лифтового хозяйства позволит снизить долю оборудования, выработавшего свой ресурс, на 7% от общего количества. А вот по двум аварийным домам, это Толнацкая 59 и Комсомольская 20, затягивается переселение жильцов. В мэрии это связывают с низкой активностью самих жителей, которые не предоставляют вовремя документы, выбирают взамен неравнозначное жилье или вовсе уезжают в отпуск, не закончив дела по переездке. Сегодня из 152 семей из обоих домов переселились только 58. По Толнацкой 59 срок переселения значится до 31 декабря этого года. Дом признали аварийным год назад, в апреле 2015-го, но пока из 73 семей сменили адрес проживания только 48. Из оставшихся 5 семей до сих пор не определились, чего хотят замена аварийного жилья, денежную компенсацию или другую квартиру. 8 семей выбрали вариант выплаты возмещения. Наиболее худшее положение по аварийному дому на Комсомольской 20, где подлежат переселению 79 семей, а фактически съехало только 10. Хотя дом признан аварийным еще в январе 2014 года. И переселить всех нужно до конца этого года. Поэтому, чтобы удовлетворить волю собственников, управлению содействия переселению необходимо дополнительные средства. Вначале речь шла о 72 миллионах рублей, но учитывая экономическую ситуацию, сумму сократили. И теперь она составляет 25 миллионов рублей. Вернуть былую славу Долгому озеру. Сторожилы, помните, какой пляж был здесь в 70-80-х годах? И вот сейчас планируется благоустройство этой городской зоны. Опрос жителей показал, что северянам в городе не хватает именно мест для отдыха и активного досуга. Власти планируют благоустроить не только берег Долгого, но и часть Комсомольского парка. Сейчас специалисты создают эскиз для дальнейшей работы. Предусматриваются прогулочная зона, велосипедные дорожки, насаждения, декоративная подсветка и прочее. Все, что касается территории, которые прилегают к озеру Долгому, и которые можно было бы сделать парковой зоной, допустим, пустырь на Комсомольской. У нас есть проект по благоустройству Комсомольского парка от Черного тюльпана и вот спуск туда. Все это мы будем делать. Эскиз готовим. В общем, надо посмотреть, посчитать. Я думаю, что потихоньку мы все-таки благоустройством этой территории будем заниматься. Большие планы и у юбиляра этого года. КРК НУ-60 в минувшую субботу район, где живет Надежда, открыл юбилейный год в юбилейном. В этом году в праздновании круглой даты задействуют все учреждения района. О юбиляре, его прошлом и будущем в следующем сюжете. КРК НУ-60 в минувшую субботу района. КРК НУ-60 в минувшую субботу района. В переводе с долганского – барьер, а вовсе не долина смерти, как считают многие. КРК НУ-60 в минувшую субботу района. КРК скорее долина жизни и город, где живет Надежда. В этом году ему 60. Статус рабочего поселка получат КРКН в 56-м году. Уже тогда в районе Пионерской работает пекарня и за Каирканским хлебом приезжают даже из Норильска. Есть конюшня и даже собачий питомник, а с Норильском соединяет железная дорога. Время идет. На месте первых бараков быстро вырастают хрущевки, а потом и высотки. А в октябре 79-го начинают строить Надежду – самое молодое и высокотехнологичное предприятие Норникеля. Каиркану 60! Юбилейный год Каирканцы открывают, конечно же, в юбилейном. Песни, танцы, поздравления почетных горожан. В течение года празднования пройдут во всех учреждениях района. Закончится все 4 ноября. Ведь именно осенью Каиркану исполнится 60. Юбилей любимого района особо значим для Геннадия Енчика, старожила и главы Каиркана. Это моя родина, я здесь давно живу. Помню, как сегодня показывали дощатые тротуары, еще застал те дощатые бараки, которые были, где жили люди. Но тогда уже люди стремились строить, созидать. Сегодня Каиркан может гордиться первым в НПР 3D кинотеатром. А Каирканский ледовый дворец спорта – первый и до сих пор, единственный такой в Большом Норильске. Созидать и строить каирканцы стремятся и сейчас. У нас при проведении субботников, это практически постоянно происходит, очень мало приживается зелени. Нужны специальные учреждения, которые, будем говорить, методом селекции выращивают те зеленые насаждения, которые бы здесь приживались. Хотелось бы вот этой зелени побольше, потому что человек все-таки работает, должен видеть вот эту красоту природы. У Каиркана впереди большие планы. Это и продолжение благоустройства набережной у ручья с пешеходными мостами и беседками, и малый сквер за домом спорта, зоной отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами, и новенький въездной знак. Если все сбудется, Каиркан увидит это уже в 2017. А после 45-й школы обустроят детскую игровую и спортивную площадку. Уже этим летом на средства Норникеля здесь установят новый детский игровой комплекс. Юлия Шестак, Дмитрий Демендюк и Иван Усачев. Новости Северного города. Завтра в Новицке стартует форум социальных технологий «Город – это мы». На мероприятие, организованное Норникелем, съедутся те, кто знает, как придумать и сделать жизнь комфортнее и веселее. Пример такого опыта мы сейчас и покажем. Северный город побывал в Красноярском музее науки «Ньютон Парк», который успешно работает уже два года. Музей не похож на традиционные выставочные залы. Здесь нет строгих сотрудников, красных ленточек и надписей «Руками не трогать». Напротив, здесь ко всему нужно прикасаться. Людмила Кожевникова побывала в необычном месте, разобралась в некоторых законах физики и на собственном опыте поняла – наука – это интересно. Это поражающие элементы нашей бомбы. «Все безопасно для меня. Ну и плюс такая штука, как ускоритель взрыва. Знаете, как работает? Показываю. Давай взрывайся! Люди ждут! Что может быть интереснее для подростка, чем устроить настоящий взрыв? Подержать в руках искусственный лед, появившийся благодаря жидкому азоту, или понаблюдать за северным сиянием внутри закрытого помещения. А в Красноярском музее науки «Ньютон Парк» все это – привычные будни. На двухколесном велосипеде. Когда легко сравнивать равновесие? Когда вы стоите или вы едете? Наедем. Наедем. Причем едем быстро, да? Вот давайте посмотрим на колесо. Может оно просто так стоять? Нет. Немножко? Нет. Ну, видите, оно падает. Сила тяжести земли притягивает его, хочет выровнять его. А теперь давайте мы поедем, закрутим наше колесо и... Этот интерактивный научный музей появился в краевой столице два года назад. Идейный вдохновитель «Ньютон Парка» Антон Шарыпов – обычный деревенский парень, закончивший физфак Красноярского государственного университета и защитивший диссертацию в области нелинейной оптики. Три года ездил по миру, работал по контракту в Израиле и Америке. Именно там, на примере зарубежных музеев, он увидел, что наука может быть интересной и даже веселой. А-а-а! Да! Как это красиво! Как медуза! Конечно, камера не передает того, что мы сейчас видим, потому что у нас здесь это смотрится гораздо эффектнее, поверьте, очень-очень. Ну, то есть в некотором смысле это похоже прямо на северное сияние. Это магия. Главная концепция «Ньютон Парка» – никаких красных ленточек, запрещающих подходить к экспонатам. Вместо строгих тетушек-смотрительниц – молодые экскурсоводы с высшим физическим и техническим образованием. Нет надписям руками не трогать. Напротив, здесь ко всему нужно прикоснуться, приложить силу и мозги. Понять, что законы физики легко объяснимы, что чай в кружку можно налить с горкой, а электричество перенести в руках. Именно такой подход должен не просто заставить подростка изучать фундаментный предмет, но и вызвать у него желание самому начать изобретать и делать новые открытия. Поколение айфонов и айпадов признаются сотрудники «Ньютон Парка» заинтересовать сложно, но возможно. Вообще заинтересовать подростка всегда сложно. Это не только нам. Его сложно заинтересовать в школе, сложно заинтересовать родителям. Но если его заинтересуешь, это окупится. То есть все вложенные силы. То есть когда у тебя есть заинтересованный подросток, которого можно приставить к чему-нибудь полезному, работать, изобретать какие-то вещи. Многие здесь вещи, кстати, сделаны при помощи школьников, в том числе при содействии. Да что там школьники? У взрослого человека, который давно закончил школу, здесь появляется такой интерес. Устоять на месте невозможно. Проверено на личном опыте. И кто сказал, что электричество – это сложно? Да будет свет! Смотрите, я волшебник! Ух ты! Теперь я понимаю, как снимается Горевудская кима вроде «Куб» или «Матрица». Кусточка, как у меня много. И кто сказал, что Мюнхгаузен был неправ, когда говорил, что можно себя поднять? Да легко! А вы на «Ктюрн» сыграть смогли бы на флейте пластиковых труб? А я, кстати, могу. Всем любителям «Звездных войнов» посвящается. И это только малая толика того, что здесь можно увидеть. Сотрудники Ньютон-парка проводят регулярные фестивали науки «Нулевой сентября» и «Наука путешествия по России». А еще и «Дни рождения в музее», квесты разной тематики, выездные и эксперимент-шоу, мастер-классы и вечерние программы. Этой осенью молодые ученые планируют запуск собственной обсерватории. И многое из того, что они творят, уверяют в Музее науки, можно разместить на любой территории. И в Норильске тоже. Мы создадим такой музей занимательный, в котором можно все трогать. Он будет и по оптике, музей будет по механике, музей исторический, все экспонаты Леонардо да Винчи, которые мы попытаемся восстановить. В прошлом году на фестивале науки, организованной компанией «Норильский никель», сотрудники нашей станции юных техников пообщались с представителями Красноярского Ньютон-парка. Идея интерактивного музея так вдохновила норильчан, что подобное место появится и в северном городе. Суд выиграл грант Норникеля. И к новогодним праздникам свой Дьютон-парк заработает и у нас. Правы молодые красноярские ученые. Интересные проекты найдут место на любой территории. Наука – это действительно весело. Людмила Кожевникова, Алексей Демин и Иван Усачев. Новости северного города. И город станет ярче. В Норильске стартовал конкурс «Добавь городу красок», организованный Норникелем. Участвовать в нем могут как дети, так и взрослые. В тематических направлении два – это рисунки для оформления городских автобусов и эскизы граффити, который украсит торец дома на Комсомольской 41-а. Для оформления городских автобусов организаторы ждут рисунки от детей в возрасте от 4 до 9 лет. Эскизы же для граффити могут выполнить даже взрослые. Возраст участников этого направления – от 10 до 35 лет. Основные требования ко всем работам. Они должны быть яркими и жизнеутверждающими. С минимумом темных тонов. Рисунки и эскизы необходимо принести в оргкомитет не позднее 29 апреля. А уже 9-10 числа того же месяца для юных художников проведут обучение и практический мастер-класс. Первый этап конкурса закончится 13 мая. Организатор объявит победителей. А с 1 июня стартует второй этап, на котором работы участников перенесут с бумаги на городской транспорт и стены. Увлечений с пользой немало. Битва умов. В Норильске появилось новое решение – интеллектуальная викторина, в которой любой желающий может проверить, на что способен его разум. Первые две игры с успехом прошли на этой неделе. В общей сложности в них участвовали больше ста человек. О норильском старте модного тренда – Егор Толновский. Сразиться в пилотной или нулевой игре собрались 11 команд. Здесь рабочие, чиновники, журналисты и студенты. Вопросы разноплановы, так что возраст, рот, занятия значения не имеют. У всех есть шанс на победу. В идеале, чем разношерстней команда, тем больше сфер знаний она охватит. Играть можно как вдвоем, так и восьмером. Очень комфортная и удобная игра, в которой можно собраться с компанией в удобном, приятном месте и интеллектуально провести свой вечер. Кроме того, игра – это и возможность заработать своим умом. За участие каждый игрок платит взнос. Из этих денег формируется призовой фонд победителя. Что касается сложности вопросов, можете оценить свои возможности прямо сейчас. Вот несколько из них. Кто изображен на фотографии? Как называется мультфильм? И вот эта очередь. Над каждым заданием можно раздумывать 30 секунд. Всего вопросов 50. И самое разное. Иллюзивание на знание и логику, и даже музыкальное. Например, в каком языке вдруг запел крокодил Гена. В общем, как один из участников могу подтвердить, игра доставляет море позитива. Визуальный раунд заканчивается через 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А вот и ответы на вопросы. На первом фото молодой Барак Обама. Мультик называется «Падал прошлогодний снег». А это и визуальный снимок очереди в первый московский Макдональдс. Гена пел на японском языке. В целом участники показали неплохие результаты, но в играх разума только один победитель. И на большинство вопросов ответили... И победителем первого твиза в Норильске была команда «СГ». Прикопилки 29... Первое место. Ребята, поздравляем вас. Аплодисменты победителям. Клубов победителям. Город Луновский, Алексей Демин. Новости северного города. В Дворце культуры комбината состоялась первая в этом году отборочная игра клуба «Веселый Норильский Никель». В новом сезоне участвуют 15 команд из заполярного филиала и его дочерних предприятий. В первой юмористической схватке схлестнулись команды таймырского и заполярного рудников, песка, никелевого завода, а также сборная цатка и норильского промышленного транспорта. Начинаем киносезон! Киносезон – это главная тема игр клуба «Веселый Норильский Никель» в этом году. В «Веселый Норильский Никель» пришло около 600 зрителей. Судя по улыбкам, местный юмор они оценили. Когда мы узнали, что будем участвовать в киносезоне, мы с ребятами решили устроить себе закрытый кинопоказ абсолютно всех фильмов за всю киноисторию. Поэтому простите нас за эти два месяца, которые арт был закрыт. По итогам этой игры в финал сезона вышла команда «Рудника таймырского». Новильчане путешествовали за мечтой в ритмах музыки. В городском центре культуры прошло танцевальное шоу, организованное коллективом с поэтичным названием «Эль Алимах», что в переводе означает «вдохновленные в танце». Яркие костюмы, пластичные движения, лиричные театральные ремарки сделали атмосферу в зале действительно вдохновляющей. И самое удивительное, большинство участников шоу – не профессионалы, а простые любители. Но об этом сложно догадаться. Смотрим. Не нужны им слова, лишь волшебная музыка слышится. Этот воздух весны весь пропитан влюбленным дыханием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На выходных Таймыр еще останется в антициклональной погоде, но уже северо-запада берет старт на полуостров «Облачный вихрь», который принесет тепло. Ночью в Норильске переменная облачность без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в Норильске и Дудинке – минус 21, минус 24 градуса. Днем в городе переменная облачность без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в Норильске и Дудинке – минус 11, минус 14 градусов.